Магнитно-резонансная томография И именно такие пациенты или пациенты с остаточной минимальной опухолевой тканью имеют более благоприятный прогноз. И в этом случае, согласно различным данным метанализов, изменение лечебной тактики с мастектомией до органосохраняющей операции увеличилось с 28% до 89%. Оценка эффективности происходит после каждого 2-3 курса химиотерапии с следующими степенями ответа. Это полный регресс, частичный регресс, стабилизация, прогрессирование. Существует целый комплекс методик оценки неодевантного лечения, то есть это маммография, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томография, мамосцинтиграфия и морфологические методики гистологии и иммуногистохимия. Так выглядит гистологическая и иммуногистохимическая классификация рака молочной железы. Она также для нас важна, почему, скажу несколько позже. По классификации степени лекарственного патоморфоза мы используем классификацию, предложенную Миллер и Пейн. Всем она известна. 5 степеней – это ответ отсутствует, первая степень, вторая степень, третья степень – частичный патоморфологический ответ, четвертая степень – частичный патоморфологический ответ и пятая степень – полный ответ. И магниторезонансная томография является хорошей методикой в предсказании полного патологического ответа, поскольку использование динамического контрастирования позволяет отдифференцировать невоскулиризированной терапией индуцированный фиброз от остаточной опухолевой ткани. И при выполнении магниторезонансной томографии мы оцениваем как морфологию опухоли, то есть размеры ее, используя критерии лицист версию 1.1. Также существует 4 варианта изменения размеров, то есть это полный регресс, частичный регресс, стабилизация и прогрессирование. Кроме того, для себя мы оцениваем еще форму опухоли, то есть ее морфологию, как происходит уменьшение ее размеров, то есть согласно классификации, предложенной в 2012 году. Существует 4 типа. Первый тип, его мы встречаем чаще всего, когда мы имеем образование с достаточно четкими контурами, оно концентрически уменьшается, и именно у такого типа у нас происходит сопоставление, полное совпадение размеров, то есть как на МРТ, так и патоморфологически. Но, к сожалению, существуют еще такие типы, когда при выявлении ранее одного образования мы видим после химиотерапии уменьшение размеров образования, но также какие-то мелкие очаги рядом, которые зачастую при предоперационном МРТ мы даже не видим, и только происходит недооценка размеров опухоли и, соответственно, несовпадение результатов. Также третий тип, когда в ложе ранее выявляемой опухоли мы видим фрагментированные узлы, и четвертый тип, это при неузловой при диффузной форме. Также мы оцениваем степень накопления контрастного препарата, как Светлана Владимировна уже сказала до этого, с помощью кинетических кривых, три типа останавливаться подробно не буду. Так выглядит схема обследования пациентов в нашем институте, то есть пациентка приходит до начала химиотерапии, выполняется клинический осмотр, маммография, УЗИ-софластография, МРТ молочных желез и оценка клеточной плотности. Далее происходит второй раунд обследования. После двух-трех курсов неодевантной химиотерапии тот же самый алгоритм и предоперационно после четырех-шести курсов осмотрим маммография, УЗИ, МРТ молочных желез. Далее пациентка подвергается оперативному вмешательству и в конце уже происходит анализ полученной информации, то есть сопоставление наших данных и данных постоперационных. Мы проводим наши исследования на двух томографах с использованием специальной поверхностной катушки, стандартного протокола и с использованием контрастного препарата. По протоколу, тот же самый стандартный протокол, при оценке образования мы оценим его на Т2-взвешенных изображениях, на Т2-взвешенных изображениях в режиме жироподавления, то есть мы оцениваем контуры образования, его структуру однородной или неоднородной, инфильтрацию окружающих мягких тканей кожи, клетчатки, наличие отека вокруг опухоли, оцениваем лимфатические узлы по коронарным изображениям. Также мы используем дополнительные методики диффузионно-звешенные изображения, мы используем два фактора 50 и 1200, проекция максимальных интенсивностей, построение DC-карт. И выполняем динамическое контрастирование, то есть оцениваем степень накопления контрастного препарата и смотрим также карты, которые отражают интенсивность накопления препарата опухолью. Общее количество пациентов на данном этапе это 64 пациентки и, как видно из данной таблицы, большинство пациенток со злокачественными образованиями при построении кинетических кривых характеризовались третьим типом кинетической кривой, то есть это практически 90%. Тогда как к концу лечения, непосредственно перед операцией, у большинства пациенток на образовании характеризовались первым типом кинетической кривой, то есть которые характерны для доброкачественных образований нормальной ткани железы. Таким образом, по нашим данным, что коррелирует с данными литературы, чувствительность, специфичность и точность магнитно-резонансная томография достаточно высокая, 88-87%. Я хотела бы привести несколько клинических примеров, вариантов ответа опухоли на лечение. У данной пациентки мы видим достаточно крупное образование в правом молочной железе и характеризующиеся третьим типом кинетической кривой, то есть быстрое накопление и дальнейшее быстрое вымывание. В середине цикла мы видим фрагментацию опухоли, но частичный регресс. И непосредственно перед операцией дальнейший регресс, небольшие фокусы опухоли и второй тип кинетической кривой. Также мы наблюдали пациенток со стабилизацией образования в левом молочной железе, третий тип кинетической кривой, размеры практически на протяжении всех циклов химиотерапии не менялись. К сожалению, были пациентки с прогрессированием, то есть достаточно крупное образование, третий тип кинетической кривой. И непосредственно перед операцией увеличилось количество мелких очагов по периферии и также было достаточно высокое накопление контрастного препарата. Также мы оценивали лимфатические узлы. Лучше всего мы видим акселярные, иногда простернальные. Достаточно сложно, ввиду ограничения методики, визуализировать надо подключичные. Также были пациентки, что нас радовало с полным регрессом, то есть было достаточно большое образование, однородная структура, сейчас камера спада в центре. В середине цикла образования уменьшилось, контуры стали более четкие. И непосредственно перед операцией в проекции ранее выявляемого узла мы не видим никаких гиперваскулярных образований. И при постарении кинетической кривой первый тип накопления контрастного препарата. Таким образом, я еще раз привожу вам эту таблицу диагностической точности МРТ, предсказания и патологического ответа. Здесь мы видим, что достаточно высокая есть и специфичность, и чувствительность методики. Однако, к сожалению, не всегда полный радиологический ответ равняется полному патоморфологическому ответу. И хотелось бы привести следующие клинические примеры. У данной пациентки, она, к сожалению, выполнила только два исследования до начала химиотерапии и непосредственно перед операцией. Мы видим образование в верхнем внутреннем квадранте правой молочной железы гиперваскулярное. Оно характеризовалось третьим типом кинетической кривой. И непосредственно перед операцией в проекции ранее выявляемого узла мы также видим гиперваскулярный участок, который характеризуется первым типом кинетической кривой. Здесь мы написали частичный регресс, хотя после операции это оказалось пятой степень лекарственного патоморфоза. То есть это был полный регресс. Здесь похожая, казалось бы, ситуация. То есть эта пациентка выполнила исследование непосредственно перед операцией. В проекции выявляемого образования сохранялся гиперваскулярный участок. Он был по сигнальным характеристикам такой же, как в предыдущем случае. Но это оказалось четвертой степень лекарственного патоморфоза, то есть частичный регресс. Это один из интереснейших клинических случаев. Пациентка пришла и выполнила МРТ. В МРТ было достаточно крупное образование, неоднородная структура с третьим типом накопления контрастного препарата. Спустя шесть циклов химии мы выполняем перед операцией исследование. И видим, что в проекции ранее выявляемого узла мы не видим никаких образований гиперваскулярных участков. Первый тип кинетической кривой пишем полный ответ. На самом деле это оказалось третьей степенью лекарственного патоморфоза. То есть была недооценка. Возможно, в данной ситуации нам помогли бы диффузионно взвешенные изображения. Однако относительно недавно мы стали их внедрять в нашу практику. И поэтому тоже сейчас их разрабатываем. То есть у нас существует при диффузии два этапа. Это качественный и количественный. То есть мы визуально оцениваем интенсивность сигнала диффузионно взвешенного изображения. То есть при опухоли сигнал будет повышенный. На EDC-карте будет понижение сигнала. То есть при злокачественной опухоли мы говорим об ограничении снижения диффузии. Как я уже сказала, B-фактор мы используем. Максимальный фактор 1200. И использование диффузии является хорошей методикой в оценке наодевательной химиотерапии. Поскольку в солидной опухоли, как мы видим на изображении, количество и плотность расположения клеток выше, чем в нормальной ткани. Соответственно, межклеточное пространство уменьшается, и диффузия в опухоли снижается. Однако при применении наодевательной химиотерапии, если эта терапия эффективна, то происходит уменьшение количества полихоеклеток за счёт отличных механизмов некроза, апоптоза. И мы видим, что происходит расширение межклеточного пространства, и, соответственно, коэффициент диффузии повышается. То есть если в процессе химиотерапии мы видим повышение коэффициента диффузии, это является показателем эффективности лечения. И комбинация динамического контрастирования и диффузионно-звешенного изображения позволяет достичь чувствительности 100% и специфичности 70-90%. Это не наши данные, это данные литературы, но будем к ним стремиться. Таким образом, магнодезонансная томография показывает себя как эффективная методика в оценке ответа опухоли на лечение. Однако такой феномен как недооценка и переоценка размеров опухоли имеют место быть. Почему же происходит недооценка размеров остаточной опухолевой ткани? В первую очередь за счёт того, что происходит фрагментация опухоли. И мы уже не можем чётко, зачастую сказать, на каком протяжении мы видим опухоль. Во-вторых, это опухоли, которые не имеют вид узла. При диффузной форме та же ситуация. Сложно достаточно определить чётко границу опухоли. При различных вариантах химиотерапии, поскольку некоторые химиопрепараты, они обладают антиваскулярным эффектом, и поэтому происходит меньше захват контрастного препарата. И опять-таки мы видим меньший участок, который является на самом деле. Как следствие, это может привести к положительному коррорезикции при выполнении органо-сохраняющей операции и к дальнейшему повторному оперативному вмешательству. При переоценке размеров остаточной опухолевой ткани, чаще всего это связано с реактивной воспалительной реакцией, которая вызвана ответом опухоли на проведённое лечение. Также это вызвано окружающим склерозом или некрозом вокруг участка, наблюдаем наличие дополнительных рассеянных очагов и протокового карцинома инситу. В качестве выводов хотелось бы сказать, что магнино-резонансная томография может использоваться на всех этапах оценки размеров остаточной опухолевой ткани. Однако максимальная информативность данной методики была зарегистрирована на третьем этапе, то есть при оценке остаточной опухолевой ткани, поскольку корреляция была по МРТ и патоморфологии 70%. То есть это достаточно неплохой результат. Касательно критериев оценки эффективности, мы оцениваем уменьшение размера опухолевого зла, уменьшение степени накопления контрастного препарата и изменение типа кинетической кривой. И необходимо учитывать при оценке эффекта по типу опухоли и режимной аудиматной химиотерапии, поскольку, если мы заранее знаем, что в нашем исследовании по данной литературе получилось так, что при, например, лиминальном А-раке чаще всего происходили несостыковки в размерах образования. И, допустим, зная, что у нас уже лиминальный А, поэтому, возможно, будут какие-то подводные камни. Чаще всего полный ответ у нас получался при трижды негативном и ХИР2-позитивном раке. То есть предупреждён, вооружён. И относительно рекомендаций, то есть максимальное внедрение методик диффузионно-звешенного изображения, мы не говорим о том, что это может заменить одно на другое, поскольку обязательно, как проводить динамическое контрастирование, что это является основой метода и основой оценки ответа опухоли на лечение. Но если всё-таки целью данного исследования является оценка на аудиматной химиотерапии, возможно, следует несколько укоротить протокол, потому что исследование достаточно долгое, не для всех пациенток оно комфортное, много пациенток испытывает чувство страха и дискомфорт на самом исследовании, поэтому, чтобы и нам сократить наше время, и дать им, как сказать, довести исследование до конца, и чтобы они более комфортно себя чувствовали, возможно, именно какие-то аксиальные Т2, диффузию по возможности, и, конечно, до- и постконтрастные исследования. И рекомендация – это комплексная оценка, учитывать подтип опухоли и режимной аудиматной химиотерапии. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Сергеевна. Вопросы, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос. Вы сказали про рецист 1.1. Какие области входили в зону сканирования в данном случае? Области? Да. Чтобы по рецистам оценивать, нужно грудь, живот, таз. То есть у вас это соблюдалось или нет? И по срокам химиотерапии тоже? Ну, по МРТ мы оценивали размер опухоли. Самой молочной железе. А другие, например, метастазы в печени или в кости? Ну, безусловно, мы это оценили, но в моей работе это не отражено. То есть это… Естественно, спасибо. Еще вопросы?